Больше дюжины поселков только в одном районе Казлардинской области испытывают дефицит питьевой воды. За последние несколько лет в рамках различных госпрограмм на водоснабжение выделялись миллиарды тенге. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Пытаются ли решить проблему местной власти и будет ли у сельчан вода, узнавала Райхан Тажибаева. Четыре километра из аула Каух на селах Кум для местных жителей стали практически дорогой жизни. Из года в год, почти через день, им приходится пополнять запасы питьевой воды. Та, что в старых шахтных колодцах, говорят сельчане, для питья уже непригодна. Эту воду используем только в технических целях и в качестве поливной воды. Ни воды, ни дорог. Вот так и живем. Кто смог, покинул село. Остались единицы. Еще полвека назад в ауле Каух разводили крупный рогатый скот и выращивали кукурузу. С годами исчезла вода и износились дороги. Сейчас из 50 дворов осталось лишь 7. Малонаселенный пункт не попал ни под одну госпрограмму по обеспечению чистой питьевой водой. Поэтому эту проблему местные власти решают за счет спонсорских средств. Строительство только начали. А вот групповой водопровод Талап-Сардарья в районе уже готовят к сдаче. Строительство группового водопровода Талап-Сардарья планируется завершить до конца текущего года. Ввод ядрообъекта позволит обеспечить качественной питьевой водой 16 населенных пунктов Жанакурганского района. К слову, Жанакурганский район единственный в регионе райцентр, которого без централизованного водоснабжения. Для строительства выделено 464 миллиона тенге. Работы планируется завершить до конца года. Райхан Тажибаев, Альхайдар Турлуханов, Казлардинская область, Хабар, 24.